42-летний электромонтер из Лиды публиковал анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами. Также в паблик попадали схожие сведения о членах с семьей правоохранителей. Цель мужчины – оказание давления на милиционеров для их отказа от исполнения служебных обязанностей. Помимо доски позора, Личанин управлял каналом «Объединенный союз революции» и чатом «Лида. Страна для жизни», где участников призывали к насилию над силовиками и их детьми, а также проведению диверсий на железнодорожном транспорте. За эти действия исполнителям предлагали деньги. В квартире Личанина оперативники нашли протестную атрибутику, нож, пневматический пистолет, который вместе с техникой изъяли. В своем канале я опубликовал непроверенную информацию от других телеграм-каналов участников. О информации была о судьях, работниках МВД, членах избирательных комиссий. В этой доске публиковалась информация о фамилии, имя, отчество, должность, на чем ездят, адрес, мобильный телефон. Исследовал цели, чтобы сотрудники МВД увидят других, которых еще нет, переходили на сторону протестующих. Что я хочу сказать, я извиняюсь перед всеми, кого я сбросил на эту доску, действительно не проверявшими информации. И хочу обратиться, я некоторых даже с доски позора некоторых сотрудников переслал на карачили Белоруссии, на их доску позора. Хочу обратиться к тем, кто занимается аналогической деятельностью. Ребята, телеграм-канал неанонимен, и вся информация в МВД есть. И рано или поздно они могут добраться и до вас. Продолжение следует...